В каждой стране правительство в зависимости от ситуации принимает свои меры по борьбе с коронавирусом. Там, где число зараженных высокое и меры жестче. К примеру, в Панаме, откуда сейчас не может выехать семья Чудаковых домой в Самару, карантин усилили. Вот что они рассказали специально нашему телеканалу. Я сейчас вышла в магазин, потому что у нас ограничили выход на улицу вообще тремя днями в неделю. И в понедельник, среда, пятница выходят только девочки, а в вторник, четверг и суббота выходят только мужчины. И в воскресенье выход вообще запрещен. Вот сейчас пойду в магазин, меня будут проверять время по паспорту, обязательно будут проверять. И если я не буду соблюстать свое время, то меня не пустят в магазин и, может быть, даже оштрафуют. Пока я иду, меня уже контролируют. Вот сзади сейчас будут спрашивать, зачем вы вышли. А, ну нет, это спрашивать не будет. Еще здесь растет число безработных, потому что не всем выдали 13-ю зарплату, хотя обязали всех. Ко мне на расстоянии полутора метров мужик просил риса для своих детей. Он говорит, мне не нужны деньги, мне не нужны там ничего, мне детей накормить рисом, дайте. Я не смогла удержаться, дело в том, что я специально пошла в дальний магазин купить рис. Я отдала, что-то как-то я не смогла унести его домой.